Регионы ведут борьбу за инвесторов. Астраханская область хоть и переживает непростой период, ежегодный поток инвестиций перешел за отметку 100 миллиардов рублей. 50% инвестиций, конечно, приходится на топливно-энергетический комплекс, но вторая половина — это аграрный сектор и высокотехнологичное производство. Буквально на прошлой неделе Герман Греф на Восточном экономическом форуме заявлял, что активность малого и среднего бизнеса топчется уже на протяжении 15 лет в стране на уровне 20%. У нас это факт. Бизнес стабильно занял нишу. Я думаю, что даже по итогам текущего года мы выйдем за 41%. Конечно, это не значит, что проблемы в экономике решены. И это выездная сессия — возможность для бизнеса разобраться в инструментах привлечения инвестиций. Фонд развития промышленности помогает модернизировать производство, предлагает льготные условия кредитования, выгоднее, чем коммерческие банки. Астраханская область для нас особый регион. Здесь был профинансирован первый проект Фонда развития промышленности в 2015 году. Договор номер один на сумму 255 миллионов рублей под 5% годовых. Редкость на рынке финансовых услуг. Речь о компании «Поликомплекс». Это учредитель одного из первых резидентов особой экономической зоны «Лотос» компании «Свои», которая займется производством биоразлагаемых труб капельного орошения. Производство откроется в следующем году. Сейчас в Фонде развития промышленности еще две заявки от Астраханской области. О том, что такое бренд и как его использовать астраханским производителям, объяснять не нужно. И вполне возможно, скоро рядом с логотипом региона на продукции будут печатать «Сделано в России». Фраза «Made in Russia» поможет увеличить спрос на российскую продукцию за рубежом. Из Астрахани за границу отправляют рыбную продукцию глубокой заморозки и снеки, мукомольную продукцию, стековолокно, резиновую обувь и многое другое. В числе стран приоритетного продвижения экспортного бренда – прикаспийские соседи – Иран и Казахстан. Мы уже к следующему году сформируем пул предприятий, которые пройдут вот те критерии, о которых я говорил. И уже будем внедрять наш бренд в иностранные СМИ, работать с ними. Ну, соответственно, на маркетинг пойдет больше всего. Это институт, который очень важен для нас. Томатный завод, первые импортозамещающие предприятия в стране, производят томатные пасты. Потому что все 300 тысяч тонн потребления заводится в страну. И, конечно, мы предложим хозяину, собственнику, чтобы он включился с вами в работу. Потому что экспортный потенциал высокий. Вот сейчас, сколько экологи, психологи купают на больших объемах. И, конечно, два достаточно серьезных консервных завода, которые 270 номинований продукции, глубокую переработку делают. Я тоже их подскажу, чтобы они вошли в проект. Потому что нам могут выходить за рынок российских объемов. Разговор об экономике – это всегда обилие цифр. Но единственная женщина среди экспертов задает эмоциональный тон. Корпоративный директор агентства стратегических инициатив Елена Микотникова говорит о том, что, а точнее, кто связывает ее с регионом. Приемный ребенок из Астрахани. У меня есть прекрасный маленький принц. Поэтому... Ой, я же расстроилась. Извините. Ой, спасибо вам огромное. И снова цифры. В рейтинге инвестиционной привлекательности Астраханская область прибавила 16 пунктов и занимает 38-ю строчку. Регион в лидерах по числу трудоустроенных выпускников, но есть и слабые стороны. При наличии большого количества ресурсов в субъекте присутствует существенная зависимость от крупных нефтегазодобывающих компаний. Туризм. С нашей точки зрения, это та точка, которая может и должна развиваться в Астрахани. Это то, что еще в настоящий момент не развито в нужном объеме. Нужно развивать инфраструктуру, а в том числе поможет и развитие автодорог. Дороги – это та точка, которая в Астрахани требует дальнейшего, из моей точки зрения, серьезного развития. Это понимают в регионе. И, возможно, поэтому Астраханская область в лидерах по исполнению федеральной программы безопасной и качественной дороги. Программа рассчитана до 2025 года. И к моменту завершения 85% дорожной сети будут соответствовать ГОСТу. На прошлой неделе работы проинспектировал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Минтранса России Игорь Астахов. И остался доволен первыми результатами. Оценили их и участники форума. Немного личных впечатлений. Вчера ничего не было видно еще. Но я даже сказал водителю, удивительно, какие ровные дороги. Потому что это было первое ощущение от Астрахани в первый раз в городе. Журналисты заметили, а за время, что длилось пленарное заседание, губернатор делал много записей. Вполне вероятно, последуют распоряжения. Это одна из тех выездных сессий, которые считаются подготовительными. А значит, многие темы, озвученные сегодня, будут актуальны на следующем Петербургском международном экономическом форуме 2018 года. Анастасия Анферова, Игорь Нифиденко, Центр новостей. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова